В Нью-Йорк прибывают мировые лидеры на так называемые высокие дебаты в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Чего ждать в этом году и какая программа у Петра Порошенко знает Дмитрий Анопченко. В эти выходные к зданию ООН в последний раз могли подойти туристы. Начиная с понедельника, штаб-квартиру организации берут в плотное кольцо охраны, перекрыв все подходы за несколько кварталов. Ведь тут традиционно будут первые лица большинства стран мира, а значит и миробезопасности чрезвычайные. Дональд Трамп вместе с госсекретарем Помпео прибыл накануне и останется на несколько дней. Впервые в истории Трамп решил лично председательствовать на Совете Безопасности ООН. Так совпало, что Соединенные Штаты возглавляют сейчас Совбез. Ну и разумеется, в Вашингтоне решили использовать эту возможность по максимуму. Проведут отдельное заседание по ядерным угрозам для того, чтобы обсудить КНДР и Иран. Ну и в ходе этого заседания, по последней информации из кулуаров ООН, могут поговорить даже о России и о Солсбери. Хотя тема в принципе не та. На этом заседании в кресле председательствующего и будет лично Дональд Трамп, что согласитесь, очень необычно. Выступление американского президента откроет дебаты. Практически первым он будет выступать во вторник утром. Ровно год назад, во время такого же выступления на Генассамблее, Трамп шокировал мир и резким тоном, и заявлением о возможности удара по Северной Корее. Сейчас, как намекают в Белом доме, он определит внешнеполитические приоритеты Америки на следующий год. И снова будет жестким. Этого ждут избиратели. Выборы уже в ноябре. Все президенты России, Китая и канцлер Германии в этом году не приедут, прислав вместо себя министров иностранных дел. Ну а все остальные будут, будут лично. И эти дни в Нью-Йорке отличная возможность еще и для встреч с глазу на глаз. Таких двусторонних переговоров будет много и в программе пребывания украинского президента. В эти минуты его самолет уже в воздухе. Петр Порошенко должен приземлиться в Нью-Йорке сегодня вечером по местному времени, для того, чтобы успеть на прием, который организовывает для коллег президентов Дональд Трамп. Среди завтрашних важных мероприятий президента отмечу его переговоры с главой Европейского совета Дональдом Туском и участие в заседании по миротворческим операциям. Именно там Украина сможет еще раз поставить вопрос. О направлении миссии на Донбасс. Это важная часть визита. Возможность обнародовать уже не просьбу Украины направить голубые каски, а конкретный поэтапный план, как это может быть сделано. Далее в среду во второй половине дня событие, ради которого главы государств и летят сюда. Программное выступление с главной трибуны мира. В целом на поляге на ассамблее президент проведет свыше 10 двусторонних встреч. И в этом году его визит впервые не ограничится пребыванием лишь в Нью-Йорке. Но подробнее об этом смогу рассказать уже завтра, когда и стартуют главные дебаты мира. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.